Федерация профсоюзов наравне с парламентариями выступает разработчиком проекта закона по изменению Трудового кодекса. Таких примеров в мире по разработке законодательства практически нет. В большинстве случаев подобным организациям позволено лишь высказать свою позицию по уже готовым предложениям и законопроектам. И не факт, что мнение будет учтено. Трудовой кодекс – это правовой документ. При его корректировке должны быть учтены интересы каждого работника. И кто, если не профсоюзы, сможет их выразить и отстоять? Как, например, вы отстояли продление контрактов с добросовестными работниками на максимальный срок. Но еще в прошлом году ваш председатель информировал меня, что наниматели стали где-то злоупотреблять своими правами в части заключения контрактов. В некоторых организациях, в том числе крупных, где трудится более тысячи человек, практически 100% контрактов были заключены только на один год. Причем люди годами находились в таком подвешенном состоянии. Все это негативно сказывалось и на морально-психологическом климате в трудовых коллективах и на результатах работы предприятия.